На медни был святая святых всех многоквартирных домов в подвале. Там же среди всего хлама, накопленного еще моими предками, были найдены мои старые туфли. Туфли средней ценовой категории. И не очень дешевые, и не очень дорогие, но так себе. Вид, конечно, еще тот. Такое предчувствие, что сия обувь принимала участие в съемках первой и второй частей Терминатора. Самое ценное, кстати, что у них есть в такой обуви, стальная пластина, именуемая супинатором. Целевое предназначение – поддержание правильной формы обуви в процессе ее эксплуатации ежедневной. Используя минимальный арсенал инструментов, демонтирую супинатор. Отпустив металл на газовой плите, придаю заготовке ровную форму. Интересно, что это за марка стали? По ощущениям сталь пружинная, но я могу и ошибаться, конечно. Если верить гуглу, то это примерно марка 60Г, то есть конструкционно-ресорно-пружинная. Между тем, в подвале нашел еще и нож от рубанка. Он также нам пригодится. Сразу скажу, дабы не толочь воду в ступе, и затавливать я буду резцы для резьбы под дереву. Испытываю, знаете ли, острую необходимость в подобного рода инструменте. Итак, отрезаю от супинатора ненужную отныне часть. С помощью наждачки предварительно убираю всю ржавчину и значительные неровности. Кроме этого, точильным камнем обрабатываю внутреннюю часть паза. Это самый сложный процесс, поскольку необходимо получить идеальную поверхность. Разумеется, произвожу и обработку с обратной стороны. Стараюсь удалить значительные по размеру раковины, ямы, ну и следы коррозии. Отрезаю в заготовке лишнее. Можно было бы отрезать и ранее, но с более массивной деталью проще работать, нежели с такой, которая еле помещается в руках. Но, если вам так удобнее, можете без проблем отрезать лишнее и сразу же. После демонтажа этого самого супинатора. Что касается лезвия трубанка. Из него я сделаю еще два резца. Один косяк, а второй нечто вроде фасонного. Я признался пока, что небольшой специалист по видам резцов, поэтому, если неправильно что назвал, прошу меня поправить. Как и в случае с первым резцом, довожу поверхность заготовок до идеального состояния. Приступаю к заточке инструмента. Сразу скажу, затачивать я не умею. Не воспринимайте мое видео как руководство. Затачивать буду на камнях. Есть у меня два камушка, они, конечно, затертые и здорово затяганные, но я думаю, еще послужат. Отчистить их очень просто. Набираем подходящую емкость теплой водицы, добавляем соды, располагаем камни и ждем минут 15, пока сода начнет свое чистящее дело. Далее немного галы. Но это может быть любое чистящее средство для посудок. И сеткой для затирки гипсовой шпаклевки удаляем присутствующие загрязнения. Сушим, радуемся, пользуемся. Затачиваю режущие кромки. Затачиваю вручную. Конечно, можно было бы произвести сию манипуляцию и на наждаке, но мне важно понять сам принцип. И что называется, хоть немного набить руку. Признаюсь, затачиваю резцы под дерево я впервые. И все, что у меня есть, это только теоретические знания. После достаточно продолжительных точильных мероприятий с применением наждачной бумаги различной зернистости, на режущей кромке образовался заусенец. Настало время закалки. Закалю в растительном масле. Почему, спросите вы в растительном. Да все просто. Просто другое масло у меня сейчас отсутствует в необходимом количестве. Уверен, что особой разницы при использовании растительного и машинного масла нет. Отмечу, что при закалке остывать металл в масле не даю. Это сделано для того, чтобы металл не получился чрезмерно твердым. Думаю, такой закалки будет вполне достаточно. Убираю заусенец. Сначала убираю наждачной бумагой, а затем кожаным ремнем, который давно уже не используется. Дополнительно для упрощения и ускорения работы можно использовать пастугу. Что по поводу еще двух рисов. Заготовки были в прямом смысле утеряны. Угробил два с половиной часа, блин, на их поиски. Куда их задевал, просто ума не приложу. Правда сказать, уже нервов не хватило. Да и времени жалко стало. Зато были найдены лезвия двух ножов. В свое время ножи были достаточно приличные, приличные. Материал не ржавейка. Займусь заточкой. Сначала на камня, затем на наждачкой с уменьшением зернистости. После образования заусенца, как и в случае с первым резцом, снимаю его тысячной наждачкой и кожей. Работа с непосредственно с самими резцами окончена. В результате имею три экземпляра. Два из нержавейки и один из супинатора, на их старых вездеходов. Настал черед ручек. Для самого большого резца, то есть для косяка, будет применена фигурная ручка. Эта самая фигурная ручка будет изготовлена из части развалившихся плечиков, вешалки, тремпеля, да можно называть как угодно, суть дела не меняет. Да, согласитесь, идея оригинальная. Тарелкой с наждачной бумагой убираю лишнее и скругляю острые углы. Это обязательно, ведь как известно, при длительном удержании в руке инструмента с неудобной ручкой, возникновение мозолей практически гарантировано. Посадка на ручку будет осуществляться с использованием жидких гвоздей. Я, конечно, больше предпочитаю эпоксидную смолу, но уж больно долго она набирает прочность, неохота ждать. В общем, приобрел вот такой фунхвурик этих самых жидких гвоздей. Пистолета для подобного рода смеси у меня нет, поэтому для удобства перемещу часть смеси в емкость от пены для бритья. Разумеется, это может быть и другая аналогичная емкость, например, от зубной пасты. Да, да, я знаю, продаются жидкие гвозди в аналогичной упаковке. Просто в магазине, который находится в непосредственной близости к моему дому, был только вариант в баллонах под пистолет. Наношу клеевую субстанцию и устанавливаю лезвие в ручку. Для надежности вдавливаю с обеих сторон спички. Кроме этого, для придания более презентабельного внешнего вида покрываю изделие морилкой, пару раз буквально. Два остальных резца будут оснащены несколько иными по форме ручками. Можно сказать, они будут иметь классическую геометрию, эти самые ручки. Изготавливать их я буду, опять же, судя по всему, из бывших плечиков. Между тем, обнаружил у себя странное сверло. Ну, для меня странное, поскольку раньше я таких сверлов не видел. Смотрите, на ленточке рабочей части присутствует некая фрезеровка. Вот для чего она. Может узнать, просветить и буду вам очень благодарен. Ну, а я пока весь продолжу. Есть такое дело. Получилось три полноценных резца под древесиной. Тестировать буду на сосне. Если будет резать хвойную породу дерева, я думаю, будут резать и другие остальные породы. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Подытожим, я так думаю В общем так, первое Никогда не покупайте наждачку No Name Я купил сдуру несколько листов Это нечто Короче, после двух-трех соприкосновений С обрабатываемым материалом Наждачка превращается просто в бумагу Абразив, наверное Наверное, стирается И превращается просто в пыль Вообще, я раньше покупал наждачку Швейцарскую, вот это вещь Я вам скажу, вещь Капитальная Ее я вам и советую приобретать Там и страна-изготовитель И действительно реальная Зернистость указана В общем, классная вещь, если вам такая попадется Наждачка, можете смело брать Это я делюсь опытом Второе, хочу порекомендовать вам Канал Лерочка Там такие вещи автор делает Ну просто шедевр Профессионализм Профессионализм на лицо Судя по всему, человек не один Вот этим занимается Но классно, классно Там, кстати, о рисах очень много Из какого материала можно сделать Как закалять, как затачивать Все можно найти Кстати, именно там я и подсмотрел Идею об изготовлении риса Из супинатора Большое автору спасибо Короче, зайдите Ссылка будет в описании Ну и третье Для начала Конечно, подчеркну Подчеркну, так и быть Мои рисы далеки от идеала Надо признать Но для начала, так сказать Постигнуть азы Сигурья месла Просто мне хочется попробовать В общем Я думаю, эти риса у меня хватит Попозже, попозже Может быть Сделаю получше Что-то Ну, в крайнем случае, куплю Поэтому не надо мне писать Ой, купил бы Купил бы Идите, покупайте Кому надо Идите Ну, в чем проблема А так я Из-за той ларицы И более-менее Просек, как их точить Ну, по крайней мере Попытался Просечь Вот такие дела Вот и все До новых встреч Жму руку Буду убирать Пыльно это дело Дерево Это страшно Как-то с металлом попроще И с электроникой Пока Все Это буду убирать Бардак Страшный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok